МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Рико ТВ, программа «Город сегодня». Здравствуйте. В мае 2017 года в октябре появился телефон доверия. Ноу проблем. Центр поддержки женщин, который предложил эту идею, в первую очередь рассчитывал на звонки детей и подростков, которые оказались в трудной ситуации и не знают, что с этим делать. За несколько месяцев на телефон доверия 909-00 поступило более 400 звонков. Причем не только от детей, но и от родителей. Иногда им очень сложно понять друг друга. Дети замалчивают свои проблемы, стесняются или боятся говорить откровенно. Даже младшие школьники порой попадают во взрослые конфликты. В подростковой среде случаются криминальные разборки, вымогательства, драки, грабежи. И оставаясь один на один со своей проблемой, ребенок может пойти на радикальный шаг, вплоть до суицида. Об этом говорят специалисты, психологи, педагоги, инспекторы по делам несовершеннолетних. Они посчитали, что чаще всего дети жалуются на сверстников, которые их обижают, задают вопросы о ранней беременности, о своих правах. И еще, остро переживают скандалы в доме и развод родителей. Тема обсудим с главным специалистом областного управления образования Батимой Айтпаевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос у меня такой. Насколько востребован вообще телефон доверия? Ну, нужно сказать, что телефон доверия – это веление времени. Вы знаете, что во многих организациях телефон доверия работает в основном в рабочее время. То есть это может быть время с 9 до 6, 30 до 6, да? Поэтому, учитывая это все и делая анализ, управление образованием сочло необходимым именно на сегодняшний день организовать, разработать проект по организации круглосуточного детского телефона доверия «Нет проблем, но проблем» для детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. А вот кто и как обсуждает с подростками их проблемы? Конечно же, с ним работают профессионалы, и это психологи, педагоги-психологи, специалисты с высшим образованием, люди, имеющие опыт работы с детьми, умеющие адекватно, значит… Воспринимать проблему, скорее всего, да? Воспринимать проблему и, конечно же, стабилизировать психологическое состояние абонента, подростка, например, который умеет адекватно решить данную проблему, и поэтому у нас работают действительно профессионалы своего дела. Базима Кубавшимовна, а можно узнать, откуда идут корни подростковых проблем? Здесь, наверное, было бы уместно вспомнить казахскую пословицу «юада нигурсен шкандасона стисен». То есть то, что ты познал в семье, то и ты будешь делать в своей дальнейшей жизни, да? Поэтому можно сказать, что семья… Что такое семья? Семья – это не только родители. Семья – это, может быть, семья близких родственников, это может быть семья опекунов-попечителей, это может быть семья… Это детский дом, может быть, да? Где человек получает воспитание. В данный момент сейчас вот именно роль семьи, оно стало как-то, можно сказать, менее значимым, да? Мы больше ориентировали детей на материальные ценности. И вот сейчас мы повернулись лицом к духовности. Вы скажите, почему возникает недоверие к взрослым? Что мы делаем не так? Здесь, наверное, нужно сказать о том, что взрослые, наверное, они занимаются заработками. Взрослые заняты. Если раньше наши бабушки, дедушки занимались нашим воспитанием, то сейчас и у них получается, что нет времени, да? Вот этот вот кризис в отношениях, то есть кризис общения, да, нехватка общения, да, вот оно и привело к данной ситуации, что ребенку не с кем поговорить, ему не с кем поделиться своими проблемами. И здесь именно, я думаю, что помогает телефон доверия. Когда он может позвонить, телефон доверия работает анонимно, конфиденциально, да? А вот у меня вопрос. Звонки у вас идут ежедневно? Ежедневно, да. И они есть, эти звонки? То есть он работает? Есть, да. За шесть месяцев сейчас поступило около 500 звонков. И нужно сказать, что около 300 звонков – это звонки от подростков несовершеннолетних. Вопросы этики очень важны. Можно ли обсуждать, что сказал подросток с его родителями, педагогами и так далее? Ну, я уже сказала, что основные принципы телефона доверия – это, в первую очередь, анонимность, да? То есть ни консультант, ни абонент, позвонивший на телефон доверия, они не обязаны друг другу называть свои имена, давать свои данные. И второе – это конфиденциальность. То есть человек, который сообщил о чем-то, да, рассказал о чем-то, мы не можем про него давать информацию третьей стороне. Поэтому, наверное, здесь только с его разрешением мы можем поделиться, например, да, с педагогами или с его родителями о его проблемах. А вот какие меры вы можете принять, если проблема реально выявилась? Даже бывают ситуации, знаете, когда взрослые обращаются. Они, если дают согласие на то, чтобы третья сторона узнала об этом, если он ждет помощи, да, тогда действительно мы можем помочь. Ну вот, например, бьют, вымогают деньги. Часто же случаются такие проблемы? Да, бывают такие звонки. В данных случаях, знаете, в основном подростки не хотят говорить о том, кто это совершил, да, например. Но если он дает согласие на то, чтобы были приняты меры, конечно же, Центр поддержки женщин города Актюбе, которые реализуют данный проект, да, по заказу Управления образованием Актюбинской области, они сообщают нам или же сообщают соответствующие органы. Вот как эту информацию вы доводите о телефоне, листовке, социальной сети, откуда люди могут узнать? Значит, Управление образованием в 2017 году дал социальный государственный заказ по организации круглосуточного телефона доверия, который в данный момент реализуется Центром поддержки женщин города Актюбе. И Центр поддержки женщин города Актюбе в целях информирования населения, да, проводит очень большую информационно-разъяснительную работу. О телефоне доверия нет проблем, но проблем. Это, в первую очередь, листовки. Листовки вывешивались во всех учреждениях образования области. Дальше это баннеры, где также идет реклама, да, идет информация о телефоне доверия. О номере телефона доверия 909-00. Кроме того, информационная работа идет и в социальных сетях, и на телевидении, где показываются социальные ролики. Кроме того, и на маршрутных автобусах, это около 100 автобусов, где крутятся вот эти вот социальные ролики о работе телефона доверия. Батима Кубашевна, а этот телефон доверия исключительно работает только на подростков, либо взрослые тоже могут звонить и как-то консультироваться? Ну, вот статистические данные, они показывают, что телефон доверия, вообще, конечно, он организован для детей и подростков, окажавшихся в жизненной ситуации, но данные показывают, что к нам обращаются и взрослые, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот человек позвонил, 56 лет мужчина, он разводится, и вот ему психологически это очень тяжело пережить, потому что такой возраст, когда он уже и не молодой, и, можно сказать, уже взрослый, да, уже пожилой, и здесь вот такой кризис семьи. И поэтому бывают такие случаи, когда обращаются взрослые, чтобы получить психологическую помощь, а где-то и юридическую помощь. Я благодарю вас за информацию, желаю вам крепкого здоровья и с праздником! Спасибо вам большое! Простой номер 909-00, знать его должен любой подросток, да и взрослый тоже. Если вы чувствуете, что трудности общения выходят за разумные пределы, возможно, пора обратиться к специалистам. Со стороны иногда виднее. Редкая семья обходится без конфликта отцов и детей, но свести его к минимуму вовремя остановится в наших силах. И пусть ваши близкие всегда будут рядом, когда нужна помощь. На сегодня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова